В те дни Вопреки всем преградам и проискам Весна на афише взошла и под мостки Какие-то люди ставили в Троицком Впервые трагедию В. Маяковский И грозный цветастый разлет декораций Какие под бомбами брошенных слов Казалось, возьмут и начнут загораться Сейчас же, пока еще действие шло Филонов, без сна их писавший три ночи Не думал на них наживать капитал Не слава искал запыленный веночек Тревогой и пламенем их пропитал Теперь это стало историей хламом Куски декораций, афиши А там это было единственным самым Что ставило голову выше Это, собственно, проект выставки И для непосвященного Здесь мало что понятно А мы совершим путешествие Во времени и в пространстве Войдя на выставку В холле первого этажа Мы попадаем в основание башни Татлина Башня пронзает все пространство музея И почти упирается в потолок У светного выставочного зала И сразу приходит новое понимание Архитектурного сооружения Вместо стен, окон, этажных перекрытий и крыши Конструктивный каркас В котором расположены прозрачные Функциональные объемы С различными циклами вращения Здесь же пространственная инсталляция На тему стихотворения Маяковского Я сразу смазал карту будня Плеснувши краской из стакана Я указал на блюде студня Косые скулы океана На чешуе жестяной рыбы Пузрел я зовы новых буб А вы, Ноктюрн, сыграть могли бы На флейте водосточных труб Во время войны Мама с бабушкой Переехали в дом номер 20 По Арбату Где в 1946 году Родился наш герой В то время Арбат мало чем напоминал Сегодняшний пешеходный лубок Ну вот эти арбатские переулки Туда вот к Молчановке Конечно это все были такие Крутые малины Они ходили в таких сапогах В черных пальто Обязательно белый морской шарф И кепка такая Знаете, на затылок надетая Так, вперед, козырек Потом я как-то из этого района Как бы частично перешел Потому что стал учиться в художественной школе В Замоскворечье В Лаврушинском переулке И как бы, так сказать, там Половина жизни проходила уже в Замоскворечье Отец был летчиком и военным инженером Владимир Васильевич Богданов Преподавал в Академии имени Жуковского Отец замечательно рисовал И у мамы Натальи Васильевны Были хорошо развиты эстетические начала И тонкий художественный вкус Ну, они оба незаурядные такие люди И довольно, так сказать, ну, красивые, что ли И содержательные, и внешние И богато как-то наделенные Какими-то качествами Вот отец, например, мог быть Каким-то, так сказать, прекрасным инженером Он мне один раз показал У него такая пачка вообще каких-то авторских свидетельств Сам там собирал дома телевизор Когда еще никакого телевидения вообще не было При этом, так сказать, был широко образованным человеком То есть как бы в нем очень много было таких началов Я так считаю, что мне-то перепала только часть От того, чем он обладал Ну, а мать тоже из такой интеллигентной семьи Прадед был военным медиком Тут как бы очень много врачей вообще в этой среде И прабабушка была врачом, и моя бабушка была врачом И мама тоже прошла по этому пути То есть это все такая вот интеллигенция арбатская И какие, в общем, с медицинским уклоном Вот, но тоже, так сказать, с разнообразными интересами И, так сказать, с любовью к искусству Там и к музыке, и к театру К литературе, естественно В 1964 году Евгений окончил художественную школу При институте имени Сурикова по классу живописи В том же году, в октябре, сняли с должности Никита Сергеевича Хрущева за волюнтаризм Каждый, кто вообще заканчивал эту школу У него, конечно, самые теплые вообще воспоминания Они, несмотря на всех, положительно, отрицательные стоки Потому что, прежде всего, она как-то раскрепощала Там был такой дух вот этот, свободный После вот такой средней школы Знаете, где там нас заставляли в форме ходить Еще когда форму не вводили Там что-то в черных каких-то, на стерках мы ходили Какие-то мрачные стены там все Ну, такой вот, какая-то сталинская такая еще атмосфера была очень сильная И это было как бы с самого начала, это вот были первые впечатления Что какой-то вот некоторый такой свободный дух А потом, значит, еще тоже, так сказать, с Хрущевской оттепелью Там пошли какие-то, до того, как он там в манеже всех громил Вон, так сказать, еще появлялись какие-то такие веяния Там, ну, скажем, вот бубновый валет повесили в Третьяковке Там квадрат Малевича не повесили, а бубновый валет вот повесили И там потом, значит, вот, ну, целая плеяда художников таких Как Никонов, там, Восьмецов, там, вот они появились И тоже, да, все это, естественно, живое такое детское Ощущение, воображение, это вот стремление тоже самому стать Как-то вообще вот этим изобразительным искусством Это очень, так сказать, влияло Формировало как-то вот такое художественное сознание Ну, и потом у нас еще был свой лагерь при школе Нас каждый лет туда вывозили И как-то и там в зоопарк водили И по всему этому Замоскворечьему тоже ходили Какие-то пейзажи там писали В общем, такое было достаточно веселое время Еще тогда ведь существовали и Арбатские переулки И Замоскворечье, они были совершенно еще не тронуты Это сейчас тут вообще ничего не осталось Последний держал из Замоскворечье, надо сказать Но вообще этой вот последней перестройки не выдержало и оно Все эти улицы-то были замечательные Все обсажено липами было И удалось впитать вот этот вот весь дух старой Москвы Вот этой архитектуры небольших особнячков Церквей, которые в Замоскворечье вообще Ну, хоть и рушили, но еще оставалось достаточно много То есть по Замоскворечье можно было ходить как по какому-то историческому пейзажу Вот, скажем так Если улица Горького была уже такой вот Софетской официальной такой трассой То все Замоскворечье было совершенно таким уютным и не тронутым Такой московский дворик, как будто писали не на Арбате, а в Замоскворечье Так на холсте каких-то соответствий вне протяжения жило лицо Это стихи Велимира Хлебникова Творческий эксперимент высочайшего уровня Это как родовые схватки перед появлением на свет нового языка О проектной задаче выставки в музее Маяковского Куда мы вновь возвращаемся сквозь время и пространство Как раз и был рассказ о новом языке, новоязи О котором говорит современный дизайн, современное искусство и архитектура Рассказать визуальными средствами о возникновении этого языка Новой морфологии, новом содержании, новой эстетике Сегодня проникли во все области творческой деятельности И не только в изобразительное искусство и архитектуру Но и в поэзию, в литературу, в музыку и театр Наши соотечественники внесли в этот процесс Значительный и во многом определяющий вклад Маяковский, Хлебников, Шостакович, Мейрхольд Татлин, Малевич, Лисицкий, Мельников И многие-многие другие революционеры от искусства и не только А в музее Маяковского действительно удалось сделать ряд выставок Я их делал совместно с художником Черменским Там очень хорошую атмосферу создал директор музея И она поняла, что надо как-то менять вообще весь этот содержательный и художественный пафос этого музея Что надо менять из этого советского Маяковского делать какого-то другого человека Как музей другого человека И поэтому она для набора этого языка будущего музея Она устроила ряд выставок И вот на эти выставки дала вообще художникам раскрепоститься вообще совершенно Свобода приходит на Гае, бросая на сердце цветы И мы с нею в ногу шагая, беседуем с небом на ты Мы, воины, строго ударим рукой по суровым щитам Да будет народ государем всегда, навсегда, здесь и там Пусть девы споют у оконца меж песен о древнем походе А в верноподданном солнце самодержавном народе В то время, конечно, появилось это новое явление на горизонте Дизайн